Иногда случается так, что люди, которые были нам близки, становятся нашими бывшими. С кем-то ты хочешь продолжать общение, кого-то ты просто ненавидишь и презираешь, кого-то ты даже не против увидеть, узнать, как дела, а по кому-то даже и скучаешь. Но практически у всех была ситуация, когда мы случайно встречаем наших бывших. Ну, типа у тех, у кого есть бывшие. Ты, 12-летняя девочка, еще переживешь это, поверь, в 13. И именно об этом будет сегодня ролик, когда встретил своего бывшего. Иногда ты встречаешь бывшего, чувство которому еще не до конца перегорели. И вроде у тебя своя личная жизнь, но его личная жизнь тебе интереснее. Вот не зная, как это работает, как это объяснить, но так же ж, блин. Ну, а я и говорю, зайка, слушай, со мной. Самое главное, чтобы ты тогда, когда раздевал... Вали отсюда. В смысле? Вали отсюда нахрен! Где и когда? Вали отсюда. У вас еще час оплатят. А вали мне, пофиг, вали. Привет. Привет. Как дела? А у тебя? Такое. Пацан твой? Да, нет. А у тебя девушка? Ну, типа, полна женщина, но не моя. Вся. Всех, в смысле. Ух. Скучал по мне? По тебе. Нет. А ты скучала? Нет. А, ну, я так нет. Сотись не хочешь? Это не было в сценарии. Или ты просто? А так бывает, если твой новый парень стрёмный нищеброд. А что, если твой новый парень намного круче, сексуальнее и богаче твоего предыдущего? Тогда ситуация разворачивается совсем по-другому. Девушки отдыхают. Ты откуда ж у меня бабки? Я без тебя, я чмо без талана. С тобой в жизни хоть что-то получалось, а без себя ничего не могу в жизни. А у меня появились. Круто. Я вообще вспоминаю тебя постоянно. Скучаю за тобой, понимаю, что такой женщина шикарная, как ты, у меня больше никогда в жизни не будет. Ну, что, так и выкусил, что я королева и богиня? Выкусил? Еще как выкусил. Угу. И что теперь тебе остается? Буду страдать. Дико, безудержно буду страдать. Прям очень плохо мне будет. Отличный выбор, малыш. Пока. Это, конечно, ситуация поприкольнее. Но это все работает при условии, что его баба не фонтан. А если она офигенная и лучше, чем ты? Тогда ситуация у девочки так себе. Ну что? Как дела? Видела ее сиськи? Настоящие. Одна, по крайней мере. Вторую сделали. Че нового? Талия. О, 32 сантиметра. Как мама. Жопу видела? Отличная жопа. У тебя такой нет. Ты ее в эскорте нашел. По любви все. Взаимно. Обоюдно. Она с тобой за бабок. Откуда у меня бабки? Нет у меня денег. Точняк. Она не может быть во всем лучше, чем я. Мне ее батя вчера лексус подарил. Вот такой. Охренеть. Сам в шоке. Слушай, у нее есть брат, короче. Может ли замочишься ее братом? У них, короче, куча бабок. Мы их разведем на деньги, потом бросим. И снова будем вместе. Правда? Нет, конечно. Я к тебе не вернусь. Не дай бог вам, девочки, оказаться в такой ситуации. Но на самом деле встречи бывших происходит примерно так. О, привет. О, бывший. Че ты тут сидишь? Следишь за мной? Я тут живу. Вон. Вон шмотки твои сушу. Я думал, это твои свадебные. Как твоя лысина? По-больному решила. Пересадил. Ты скажи, как там твой натоптыш? Отлично. Вчера срезали лезвие в салоне. Мажорка. Я, кстати, у тебя забыл свои трусы. Какие? Ну, у тебя свадебные в горошек. А, помню. Так ты постирай, верни мне. Там твой черкаш, я не хочу к ним прикасаться. Раньше тебе нравились мои черкаши? Времена и вкусы меняются. А, ладно. Увидимся. Ладно, окей. Это, наверное, самый тупой разговор, который может произойти между бывшими. А идеальный выглядит вот так. Руслан? Леон, а ты? Привет. Привет. Как твои дела? Да вот, нормально. Кручусь, верчусь. Помимо ютубчика бизнес начал. Сейчас эту тачку продам, там, каенку куплю. А ты как? Да все хорошо. Ютубчик до сих пор делаю. Сейчас просмотры у меня, там поездки, фотосессии развиваются. Все, все очень круто. Блин, круто. Так рад за тебя. Ты такая молодец, реально, очень успешная. Вернись ко мне. Что? Я говорю, жить, как во сне, типа, поняла? Как в сказке я живу, все настолько офигенно. Ну, прям супер, все очень хорошо. Люблю тебя. Что? Подожди, мне послышалось или ты сказала, люблю тебя? Я говорю, живу, любя. Типа, люблю этот мир, поняла? И вот все, что в этом мире, я люблю. Любовь свою вот так вот всем вот так вот раскидываю, типа. Ааа, понятно, да, да. И вообще классно, что мы с тобой тут встретились, с тобой так чисто случайно, спонтанно получилось. Восемь часов ждал возле подъезда. Ты ждал восемь часов возле моего подъезда? Готовлюсь к переезду, я говорю. Моя старая квартира уже маленькая, я бы стал богатый такой. Ну, ладно, окей. Вернись ко мне, подожди. Я, наверное, здесь всегда пропадаю. Ой, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Конечно, девочки, нам хочется, чтобы так все и было, чтобы я богиня, королева и так далее, но иногда бывает и так. Привет. Привет. Как дела у тебя? Да вот хорошо, похудела, занимаюсь собой. Слушай, ты молодец, такая красотка стала вообще, прям красавица. Да, я стараюсь, жизнь меняется, все налаживается, все растет. Вот я на ситус, на массажи хожу, и все у меня так классно, вернись ко мне. Ты что? Ты сказала, вернись ко мне? Я говорю, жизнь больше не на дне, то есть не на дне я больше, потому что я расту, развиваюсь, и в жизни все у меня хорошо. Подожди, стоп, 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 стоп. Алена, я слышу, а ты сказала, вернись ко мне. Я говорю, что жизнь у меня больше не на дне, вот что я сказала. Подумываешь. Я просто четко слышу, что ты сказала, вернись ко мне. Ты задолбал, я не говорила, вернись ко мне. Как бы я вот это вот тебе могла такое сказать Не сказала Окей, типа, ну я что могу сказать Да ты меня с тобой воздухом Нихуй раз подоградишь Ты никогда меня не понимал Поэтому мы устали Фу, фу-фу-фу-фу Я даже думать об этом не хочу Хотя знаете, мне нравится, как все происходило в средневековье Вот там было все совсем по-другому Привет, что ли? Ты кто? Как ты? Я твой мужик Ну вот тот, который завоевывал Ну мы пошли у тех завоевали, которые хотели завоевать все это время Завоеватель я Кого завоевывают? Ну завоевывали у тех, которые хотели дебилов завоевать Вот пошли мы их и завоевали, что делать У тебя не было 40 лет? Бухал Мы их за неделю завоевали, а потом все 40 лет отмечали, как их завоевали Они за эти 40 лет опять отстроили и все, блин, охренели Пришлось их опять завоевывать Ну в общем я пришел, ждала меня Я за это время уже 3 раза замуж вышла 4 детей родила, 3 от малярии умерло Одного ращу. Прости, но ты теперь бывший. А бывший это как? Как в песне Лободы. Новый бывший. А, Лобода. Ну, бывший. Да, мы слушались, пацаны. А бывшие, они типа, ну... Не? Тебе просто бабу хочется. Ну мы же в средневековье. Тут вообще все дурные. Че и не. Пошли. Но с некоторыми людьми ты вырастаешь вместе. И несмотря на то, что вы уже не пара, вы все равно не сможете оставить жизнь друг друга. Ну, привет. Привет. Че, как дела на ютубчике? Ну, я не хочу жаловаться, но отстой полный. А у тебя как дела? Так тебе? Не лучше. Сотой вес, глянь. Марьяна Роу подогнала. Говорят, паленка. Бомжи. Говорят, что паленка. Волосенька. Ой, еще волосенька. Я с собаками сплю. Вот прям настолько все плохо. Ну, типа ночую. А, ночуешь, я понял. Мне кажется, как-то вместе у нас контент получалось сделать лучше. Да, так и есть. Давай попробуем. Сейчас я скажу информацию для тебя, но по факту это инфа для зрителей. У нас были недопонимания. Давай мы забудем наши обиды и забудем то, что мы живем по отдельности у каждого в своей жизни. Мы хотим делать совместный контент. Так что, совместному контенту на ютуб быть? Быть. И он будет как раньше. Будет лучше, чем раньше. Ну что? Ну, Руслан. Чай будешь? Давай. Алена, ты вискарь. Ну да, частя ком, мне колу нельзя. Офигеты стало. Поменялось много. Лучше б съела. А совместные ролики будут? Конечно будут. А секс? Руслан.